В 70-м году мы прибавляем обелис в честь памяти жителей и учеников Кадыричной войны. В 77-м году мы строим вот это новое здание, деревянное здание, которое было здесь, школьное, сгорело. Контингент уменьшается. Начальную школу, которая была в церковь, где объезжали, как этот парк приближает, и зерва здание за белым заборчиком. Там сейчас будет гостиница, там будет пафе, выставочный замок. Это все в собственности. Переводим не сюда, на нижний этаж, а на полном этаже общежитие было испытано в этих жителей. А потом народу все меньше и меньше. Ну, два-три класса предмета здесь. В 2006 году мы отметили 380 лет селу и 150 лет в усадьбе. И мы пригласили представителей потомков Качалова. Николай Васильевич Николай приехал. В 2011 году представителей Курки. К сожалению, ему не стало. И только после смерти мы узнали, что он один из ведущих инженеров по созданию системы Дубольс. И вот он был ядром, который поддерживал связь со всеми родственниками, со всеми потомками Качалова этого. И вот он уехал обратно после наших торжеств. И к нему все съезжались. Они встречались на петербургской квартире. В 2007 году приезжают Вера и Юрий Витцковские, рассказывают им. Но они так знали-то, знали, что усадьба. Два дедушка, верим, много рассказывали об усадьбе. Но они видели и приехали сюда исчисленные попытки. Приехали, обошли кругом, посмотрели, уже стали уходить туда. Усадьба уже закрыта была, ухли заколочены. А я выхожу, если не на лет это приезжаю сюда, выхожу из Вера и Юрьевского дома. Драсси-драсси, батонки Качалова. Вижу, что было назад. Усадьба и Юрия их не было. Я говорю, сад вам надо посмотреть. Юрий Михайлович, удивитель какой человек, так сказал, что у меня горнуло и душу и сердце. Они уже посмотрели. Дорога пробирала, что не считается, назад. Там все не получено. Пошли, проблем не будет. Вот я их завела через эту дверь. Пошли и провела и рассказала я все, что знала. Составил учитель биографии. Это королета, учитель больших двух углов, чьи имя относится каштременческим музеем. И все рассказала ему. Мойтесь этой водой. Попейте эту воду. Верниках Качалова. Помните этот дух, когда Качалова селили. И стоя на террасе, я рассказала. Здесь звучала музыка. Здесь ходили дворянских макеалов. Здесь такие барышки. Спектакли ставились, концерты ставились. Я знаю усадьбу. Я ведь не знала, кто были дома. Я знаю усадьбу, которые восстановлены за 6 лет. Потому что усадьбу восстановили потомки. И вот это мы не знали. Вдруг произошел сад. Это был президент Нитокрова. Они уехали. И Мегирич Мегле получал первое письмо. Если они как-то случайно вышли там на себя на выкуп. Они не решились на восстановление, на выкуп этой усадьи. Была сложность такая, что этот берег живет почти годом. Им не нужно было разрушенное здание. А здесь упасть и дворянскую обстановку без концентрии берега, без суды. Это было невозможно. Но они начались с восстановления церкви в покровах Святой Богородицы. А потом они начались восстановительные работы. В 10-м году они приехали. В 7-м году они приехали. В 8-м году все оформление документов. В 9-м году начинается реставрация церкви. В 10-м году церковь Покрова. На Покрова снова освещаться и открывается она. И только потом начинается реставрительная работа. Значили два чуда. На тот момент, когда Вера была бездействия, у них было две дочери София и Анна. В данный момент это взрослые девочки. В очереди уже учебу в Англии. В Лондоне работает Тоби. Одна финансист, другая архитектор. И уехав отсюда, посетив вот эти родные святые места, у них появляется в семье сын. Наследие мужик в семье. Это тоже какой-то знак. Правильно? Я считаю, что это чудо. И второе чудо. Вот этот тотон Николай Васильевич, который занимался откровением, который родословно составлял и все это такое, он находит в архивах Российской академии наук воспоминания Почанова, основателя усадьбы, когда вышел на дымси, он стал писать. Он писал не для нас с вами, он писал для детей, я быстро говорю, муж, извините. Верный Лондон, потому что когда он рассказывал о своей жизни, им было очень интересно. Брестского раздавали, они задавали массу вопросов, и он решил оставить эти воспоминания. Воспоминания начали печататься в журнале до революции, до 17-го года. Но все это вот эта перетрубация. И думали, что и издательство вырубало, и записи вырубало, и тут они находятся. И там мы находим, как строилась эта усадьба. Это уникальный исторический документ. Я на самом деле много подчеркнула исторических знаний по сравнению с тем, что изучала запуск средней школы. История нашей страны. Мы здесь узнаем, что здесь была главная стена. Мы узнаем, что там вход есть. Вот вы разбили, седова, и там действительно узкорисло следующее время. Три комнаты только. Мишина, хозяйство, кабинет, спальня. Следующая комната ведет девочка. И маленькая революция, где серверная машина, где видеокамеры. Все. Остальное рассидит внутри. Но не для туристов, которые так приезжают. За сюда очень много родственников приезжают. За сюда очень много приезжают артистов, которых мы воспомогали и так далее. Итак, мы узнаем, что здесь была специальная стена. Когда уже с вами стояла, они хотели поделать колокольчик, привезти с улицы в кухню, они не могли прибить стену. И вот, рассказывая об этом, может, вы меня поправите. Лет 5-6 лет назад, я помню, в Рязани обвалилось общежитие, где жили наши уже подготовленные военные специалисты-десантники. 25 человек прибыло. Вот как стоим сейчас. Это мы встретились в более 150 лет. Но я не говорю, что все сейчас так скажем. Но факт, что это такое. Здесь свечи-всечи, настоящие восстановления. Все. Здесь дважды был наш епископ Белозерский и Чернодельский Фариан. И впервые за годы своей служебной практики провел крещение ребенка. Подержи. Спасибо.